Привет друзья и сегодня с вами мы поговорим о подъемах, отведениях гантелей в стороны, об основах техники, об ошибках и заблуждениях. Это упражнение строит боковую дельту, замечательно и акцентированно направляя нагрузку именно в среднюю часть дельтовидной мышцы, но только при условии выполнения ряда технических условий, которые большинство не соблюдают, либо по незнанию, либо по причине завышенного эго, но именно в этом упражнении совершается наибольшее количество технических ошибок, которые снимают нагрузку с среднего пучка дельтовидной мышцы и рассеивают ее по соседним мышечным группам. Основная причина нарушения техники в данном упражнении, как и в подъемах на бицепс, так и во многих других движениях, это использование неадекватных весов. Именно поэтому многие и называют это упражнение махи. Это неправильно избивает с толку, ибо машут руками бестолково, опасно перегружая связки и суставы, а целевые мышцы не получают той необходимой стимулирующей нагрузки для роста массы. Кстати, из-за использования чрезмерных весов, неадекватных весов, именно по этой причине болят у многих плечевые суставы. Обратите на это особое внимание. Не случайно в названии данного видео я вынес название самого упражнения. Не махи, подъемы или отведения. Какой вес вы бы не использовали в данном упражнении, если у вас получаются махи, то вы просто обманываете себя, выполняя бесполезную и опасную работу. Лучше возьмите вес, с которым можете технически грамотно и подконтрольно выполнить данное движение. Закройте глаза и сосредоточьтесь на каждом миллиметре амплитуды, чувствуя работающую мышцу. Медленно выполнить упражнение. Вот от такого качественного движения вы и получите отдачу. Отдача будет колоссальная, по сравнению с бесполезными забрасывания локтей вверх. При излишне тяжелых гантелях и неподконтрольно падающих вниз под силой тяжести, когда опускание должно быть самым подконтрольным и замедленным движением. Именно опуская вес мы получаем наибольшее количество травм. Задумайтесь над этим фактом. Упражнение можно делать как стоя, так и сидя, с опорой на спинку и без. Поднимать гантели, можно быстро, но подконтрольно. Опускать однозначно, всегда, при любых условиях, медленно, в три раза медленнее, чем поднимать. Поговорим немножечко о технике. Встаньте прямо, расставив ноги на удобную ширину, в одну линию. Ни в коем случае нельзя выводить одну ногу вперед, если вы, конечно, бережете свой позвоночник. Спина прямая, шея является естественным продолжением позвоночника. Лопатки сведены, плечи опущены. Обратите на это особое внимание. Плечи в данном движении должны быть всегда опущены. Всегда на протяжении самого движения, от начала и до конца. Руки с гантелями слегка согнуты в локтях и остаются таковыми на протяжении всего движения. Для принятия стартовой позиции остается только слегка подать их в стороны, от бедер, и при опускании останавливаться именно в этой точке. Тогда нагрузка будет сохраняться в дельтах на протяжении всего движения. Они исчезнут, как у большинства, в нижней точке амплитуды, когда гантели касаются бедер. Этого делать не нужно. На вдохе, сохраняя плечи опущенными, поднять руки в стороны, до уровня горизонтального положения, не выше, ибо все, что выше, будет переносить нагрузку с дельт на трапеции. Сделав заметную паузу в верхней позиции, медленно, подконтрольно, верните руки в исходное положение, на выдохе. Это упражнение, как говорилось уже, и как все знают, развивает среднюю часть дельтовидной мышцы. Но практически никто не знает, что средняя часть дельты состоит из трех пучков сама, прикрепляющихся к плечевой кости. Если вы используете в упражнении адекватные веса, это позволяет вам более точно или целенаправленно подавать нагрузку в целевую мышцу, позволяя рукам совершать более точные движения, чем при использовании больших весов. Большие веса, наоборот же, снимают нагрузку, нарушая технику движения, и в итоге получается бесполезный труд. Особенно это актуально, когда вы будете смещать траекторию движения для более целенаправленного воздействия на какой-то из трех пучков средней дельты. Существует три варианта стартового движения. Первый мы уже описали, а два других отличаются только положением рук в момент старта. Это когда руки слегка выведены вперед относительно бедер, либо, третий вариант, уведены назад. Из-за различных антропометрических данных, длина ключицы, длина рук, покрывающие акромионы, уровень плечевого сочленения дельтовидной мышцы, у каждого из нас будет своя оптимальная амплитуда движения. Этот отдел мышцы состоит из нескольких пирообразных пучков, сходящихся на плечевой кости, и выдерживает относительно тяжелые нагрузки. Целесообразно менять стартовое положение для более качественной проработки всех трех пучков средней части дельтовидной мышцы. Обратите внимание, мы сейчас говорим именно только о среднем пучке дельтовидной мышцы, который сам состоит из трех пучков. Еще одним нюансом, возможно и спорным, является положение кисти в момент подъема и опускания гантели. Многие посоветуют держать мизинцы слегка выше больших пальцев. В итоге гантель как бы наклонена слегка вперед. Еще это сравнивают с тем, как бы выливаешь воду из кувшина. Попробуйте оба варианта, и горизонтальное положение гантели относительно пола, и слегка наклоненное вперед. Выберите то, при котором вы больше чувствуете свою дельту. Под дельтовидной мышцей расположена надостная мышца, которую также затрагивают и развивают боковые подъемы. Отличное изолированное упражнение, не требующее больших весов, и при грамотном подходе дающее отличное рабочее ощущение. Мозг, мышца, которую мы все так любим и ценим. Оптимальное количество повторений от 10 до 25. Контролировать и увеличивать интенсивность в данном движении можно и нужно, не за счет веса гантелей, а за счет подконтрольного выполнения и задержки верхней точки амплитуды, доводя мышцу до жжения. Во время боковых подъемов, независимо от того, хотим мы этого или нет, перистые пучки средней части дельтовидной мышцы, обладающие большей силой, но слабым потенциалом сокращения, действуют совместно с передними и задними отделами дельтовидной мышцы, для того, чтобы привести руку в горизонтальное положение. Использование слишком большого веса гантелей в данном упражнении может привести к перерастяжению суставной сумки, а эту проблему можно будет убрать только хирургическим путем. Думайте головой, друзья, и помните, что культуризм, бодибилдинг – это и есть работа головой в первую очередь. Основные выводы и рекомендации. Не используйте слишком большой вес. Четко следите за тем, чтобы во время движения не поднимались плечи вверх. Не выводите ни одну из ног вперед. Сохраняйте руки в одном положении в локтевых суставах, которые должны быть слегка согнутыми. Не поднимайте гантели выше горизонтального положения. Они должны быть на одном уровне в верхней точке амплитуды относительно дельтовидных мышц. Опускайте вес подчеркнуто медленно, медленнее, чем поднимаете. Исключительно за счет силы мышц, а не силы притяжения. В нижней точке амплитуды не приводите руки слишком близко к бедрам. Это снимает нагрузку с работающей мышцы, давая ей возможность передохнуть. Останавливайтесь в диапазоне 10-25 повторений за подход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следи за техникой и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok